Привет-привет, тельцы! Меня зовут Мустафина Ирина. Сегодня мы посмотрим основные для вас события ноября месяца. В этот раз будет две колоды Таро и одна оракульная колода. Кстати, смотрите прогнозы по вашим основным трём знакам зодиака. По солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так как порой расклады, да и гороскопы могут сильнее проигрываться по асценденту, а не по Солнцу. Но тем не менее, зная все три знака в своей натальной карте и смотря прогнозы по ним, вы точнее будете понимать связь событий в своей жизни, а сложив их вместе, вы практически получаете индивидуальный расклад. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Что ж, давайте уже посмотрим, какие события войдут в вашу жизнь в ноябре месяце. И первая карта – четвёрка жезлов. Эта карта говорит о радости, отдыхе, возвращении домой, успехе, стабильности, достижении какой-то цели. Одним словом, счастливое событие в самом начале ноября. Четвёрка жезлов – это карта праздника. Заложив фундамент своего благополучия и завершив дело, каждый человек имеет право на празднование своего успеха. Ведь это тоже мотивирует и придаёт дополнительную энергию для новых начинания. 1 ноября у нас новолуние. Оно будет касаться вашего седьмого дома гороскопа – сектора партнёрства. А четвёрка жезлов также может означать счастливый потенциальный брак или плодотворное деловое партнёрство в бизнесе. Для кого-то четвёрка жезлов подчёркивает, что в ноябре вы занимаете весьма благоприятное для вас положение, имеете твёрдый статус, который вас устраивает. Но в душе зреет желание перемен. Планы могут показаться чересчур смелыми, весьма рискованными. Они потребуют в первую очередь внутренней решимости. Но это именно тот момент, когда именно такие планы могут осуществиться. Карта однозначно указывает на то, что пришло время для воплощения самых смелых планов в реальность. Нужно начинать прямо с 1 ноября. Пусть с самых маленьких шагов. В противном случае все мечты окажутся только мечтами. Желаемое останется несбыточным. Карта не говорит о большом риске потерять приобретённое. Она указывает на потерю возможности, если вы не будете предпринимать реальные действия. Хорошо, давайте посмотрим вторую карту из этой колоды. Семёрка мечей. В ноябре вам нужно быть осторожными, так как не исключены элементы обмана. И если предстоит подписывать какие-то документы, особенно внимательно стоит прочесть все пункты, чтобы потом не страдать от собственной неграмотности. Возможно, что в начале месяца вы столкнётесь с непредвиденной ситуацией, где придётся действовать украдкой, можно сказать, тайком, чтобы решить какой-то вопрос. 2 ноября у нас Меркурий заходит в 8-й дом гороскопа. Это касается чужих финансов, различных кредитов и ещё кризисных ситуаций. Поэтому Семёрка мечей может предупреждать вас, чтобы вы не ввязывались в нечестную игру. То, что будет казаться очень лёгким и сулить большую прибыль, на деле может оказаться обманом. Но также может сложиться ситуация, когда вам будет необходимо солгать для спасения себя, возникшей ситуации или кого-то, кто вам дорог. В самом положительном варианте эта карта может указывать на то, что когда вы захотите по-английски уйти, может быть, с какого-то мероприятия или просто выйдете из каких-то сообществ в социальных сетях. Давайте посмотрим ещё одну карту. Двойка жезлов. К середине ноября у вас возникнет решение о необходимости перемен. Но это будет пока только эмоции, мысли, ощущения, так как вы пока ещё не до конца понимаете ясность и чёткость цели. По этим трём картам вы начинаете понимать, что вам явно чего-то не хватает для достижения счастья. Но вы пока не знаете, как прийти к этому. Вы можете подумывать о смене работе, о переезде, о каком-то партнёрстве. И начнёте рассматривать для себя варианты, чтобы более взвешенно проанализировать ситуацию и наметить какие-то действия для достижения этих перемен. И мы переходим к следующей колоде. И давайте посмотрим, что ещё у вас будет происходить в ноябре. Пожалуйста, не забывайте, что это общий прогноз. А для тех, кто хочет получить ответы на личные вопросы и узнать, что ждёт только вас, и как использовать эти знания, закажите индивидуальный расклад. Пишите в WhatsApp или Telegram «Хочу личный расклад Таро». И я пришлю вам информацию об этой услуге. Итак, первая карта из этой колоды. Ой, семёрка чаш. Уже в середине ноября у вас появляется много мыслей в голове, но пока что они обтекаемые, спутанные, много мечтаний и иллюзий. Поэтому вам важно пересмотреть свои цели и приоритеты, чтобы не тратить силы на нечто бесполезное. Нужно трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию и выбрать самое приоритетное дело или желание на данный момент. И твёрдо и уверенно идти к нему, не давая никому сбить вас толку. Карта указывает на сложную ситуацию, в которой вам необходимо сделать выбор. Но страх ответственности может пугать. К тому же у вас может быть ощущение, что над вами давлеет чьё-то мнение. Вы как будто не свободны в своём выборе. Но семёрка чаш может ещё показывать множество для вас сейчас открытых возможностей, которые приводят вас к полной растерянности. Каждая из возможностей настолько привлекательна, что вы не желаете терять все остальные ради только одной. Ну, давайте посмотрим вторую карту. Шестёрка чаш. Может быть, у вас появляется возможность осуществить то, о чём вы давно мечтали. Но также это карта ностальгии, которая уносит вас в моменты жизни, где вы были счастливы. Вы будете пытаться найти в этом утешение. И обе карты могут указывать на отрыв от реальности, когда вы не желаете смотреть в будущее и занимаетесь самообманом, постоянно пребывая в этих своих воспоминаниях или витаете вообще в облаках и мечтаниях. Как будто вы на данный момент не совсем готовы к изменениям, которые уже начали происходить в вашей жизни. Ну, давайте посмотрим третью карту. Тройка пентаклей. Эта карта олицетворяет командную работу. И, может быть, вы уже или станете к концу ноября важной составляющей какого-то коллектива, который идёт дружно к намеченной цели. Карта говорит, что вы умеете ставить важные краткосрочные задачи и решать их совместно с коллегами. Эта карта мастерства, развития, упорства и говорит о планомерном движении вас вперёд. Тройка пентаклей показывает вас человеком, который обладает такими качествами, как трудолюбие, терпение и настойчивость. Ну и ещё тройка пентаклей в личной жизни показывает, что вам необходима ежедневная работа над отношениями. Это не какие-то романтические порывы, а именно труд, анализ происходящего в отношениях, совместный поиск компромиссов и решения той или иной ситуации. И давайте напоследок спросим у карт совет, подсказку или посмотрим ту энергию, в которой вам необходимо прожить этот ноябрь, чтобы он сложился для вас максимально удачно. Это карта эго. В ноябре вам нужно набраться храбрости и избавиться от ложных представлений, людей и убеждений, всего того, что вас сдерживает от изменений в своей жизни. Позвольте себе освободиться и начать двигаться к лучшему варианту своей судьбы. Что ж, а я благодарю вас за обратную связь, ваше мнение, комментарии, репосты, помощь и поддержку этому канала. Конечно же, не забывайте подписываться, ведь впереди у нас еще очень много интересного. И я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.